Женщина в результате резкого торможения упала на пол автобуса, поломала себе спину, позвоночник и в соответствии с характером причиненного ущерба здоровью, ей полагалась выплата на 1 миллион 400 тысяч рублей. По курсу доллара, который действовал в 2015 году, это примерно 35 тысяч долларов составило. Сумма очень даже серьезная и возникла она благодаря последним изменениям законодательства, принятым накануне этого инцидента. И вот когда мы обращались в страховую компанию с просьбой осуществить выплату, надо заметить, что страховая компания пошла навстречу еще до проведения экспертизы в полном объеме, осуществила выплату авансом. Потому что есть такие нормативы, пациенту надо скорее пройти процедуры реабилитации, лечения, они в условиях рыночной экономики платные. Поэтому авансом частично заплатили. Ну а дальше платить отказались. И нам пришлось обратиться в суд на этого страховщика. Накануне судебного заседания, буквально за два дня, выплата была осуществлена в полном объеме, кроме процентов. В руках был билетик. Дело в том, что по действующему законодательству в Российской Федерации страхование считается, договор страхования заключенным с каждым пассажиром после того, как он оплачивает билет. Вот почему мы говорим, приобретайте билеты и храните до конца поездки, потому что, может быть, для вас это будет страховой случай. Самая главная проблема, которая здесь возникла, лексика и сами документы, которые требовала страховая компания, не совпадала, не состыковывались с документами, поступающими из медицинских учреждений. Вот, например, справка об инвалидности. В действующем законодательстве различается инвалидность с детства, инвалидность участника боевых действий, инвалидность и прочее. Когда мы приносим справку инвалидность и прочее, нас критикует страховая компания, они говорят, мы не понимаем характер этого документа, нам приходится доставать нормативный акт, который написан недостаточно определенно, и говорить, ну вы извините, мы не можем вам предоставить более определенной справки, потому что это нормативный акт. Опять же, рентгеновские снимки, нам необходимо их передать в головную компанию в Санкт-Петербург, это они так объясняют. А я отвечаю, эти рентгеновские снимки нам нужны для того, чтобы продолжить лечение. Как быть? Фотографируйте, как желаете. И вот таких нестыковок между ведомствами много. По этой причине, пока они занимаются установлением нормальных коммуникаций, пациент не получает свою страховку в полном объеме. Вот это одна из проблем, с которыми мы столкнулись. Но, тем не менее, женщина получила эту страховку, хотя на финальной стадии страховщик отказался от проведения примирительных процедур по поводу выплаты процентов за несвоевременное выплату страховки в полном объеме. Вот эту небольшую денежную сумму суд довзыскал. К сожалению, не все пациенты так настойчивы и способны защитить свои права до конца. Потому что здесь, Саулема Удовна, кто этим будет заниматься? Если говорить о следственных органах, да, возбуждается уголовное дело, но оно полежит, полежит спокойно, и потом будет прекращено. Если говорить о прокуратуре, то, опять же, прокуратура у нас перегружена, сфера законодательства новая погружается в эту сферу, неохота адвокатам, ой, да-да, адвокатура. И одним словом, все зависит от квалификации самого пациента или от везения. Найдет ли вот этот потерпевший юриста, который будет по всем этим инстанциям ходить и проводить большое количество переговоров.